Всем привет, ребята! Меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новое видео! Оно сегодня будет очень важным. Сейчас средства массовой информации транслируют паникующие и ужасающие новости. Например, то, что в Сальвадоре массовые протесты против биткоина. Международный валютный фонд угрожает Сальвадору за то, что он принял биткоин в качестве платежного средства. И самое главное, это то, что комиссия по ценным бумагам и биржам готова чуть ли не уничтожить одну из крупнейших криптовалютных бирж, которая недавно стала публичной компанией. Это Coinbase. В этом видео я расскажу тебе то, о чем СМИ тебе не расскажет никогда. Как обычно, таймкоды в описании под видео, а я буду благодарен тебе за поддержку лайком. Спасибо. Резкое падение биткоина привело к массовым ликвидациям позиций трейдеров, которые ставили на рост главные криптовалюты. Ликвидировало более 3 миллиардов долларов. С начала лета этого года таких огромных ликвидаций мы не наблюдали ни разу. Но знаешь, что интересно, что во время этого резкого и массивного падения резко взлетели не только ликвидации, но и активность на Coinbase Premium. На 8029% она взлетела. Что это означает? Это означает массивный рост спроса на биткоин во время этого падения со стороны крупных клиентов Coinbase. Еще раз мы наблюдали резкое падение биткоина, во время которого внезапно выросла активность крупных покупателей. Вилли Ву объясняет эту ситуацию так. Кажется, вот что виновата в таком резком и быстром падении. Это заимствование кредитных средств для маржинальной торговли, которая достигла своего пика перед этим крахом. Ликвидация маржинальных позиций достигла каскадного эффекта и все это привело к падению. И снова, друзья, мы приходим к вопросу о кредитной торговле, которая не просто крайне рискованная. Ликвидации кредитных позиций обычно носят цепную реакцию, что и приводит к моментальным крахам цены биткоина. Ну или другого актива. На этой карте цены биткоина мы можем увидеть, кто именно был основным участником распродажи. Распродавали именно те биткоины, которые были накоплены вот в этих диапазонах. В районе 40 тысяч и от 40 до 50 тысяч долларов. Это значит, что на резком падении биткоина продавали люди, которые купили биткоин совсем недавно. Буквально в конце августа и начале сентября. Новички продавали свои биткоины спустя несколько недель после покупки и продавали их в убыток, задешево. А значит, они сделали именно то, чего от них хотели манипуляторы и крупные игроки. Они хотят, чтобы ты продал им подешевле и у них получается добиться своей цели. Вот тебе пример на одном крупном кошельке биткоин-кита. Перед проливом он готовился к нему, отправив полторы тысячи биткоинов на Coinbase. Во время пролива он наоборот докупил почти две тысячи биткоинов. Мы видим, что его баланс вырос со 108 тысяч до 110 тысяч биткоинов на этом проливе. Две тысячи биткоинов он купил подешевле и получил около 500 биткоинов на халяву за один вечер. Очень продуктивная и прибыльная манипуляция, не так ли? И эта манипуляция носит масштабный характер, а не является одиночной акцией одного кита. Я покажу тебе прямо сейчас, почему вот это является ловушкой. Они не хотят, чтобы мы владели биткоином сейчас, но за кулисами сами наполняют свои портфели и хотят сделать это подешевле. Комиссия по ценным бумагам и биржам США прямо сейчас откровенно манипулирует криптовалютным рынком. Кроме XRP, кроме Uniswap, они теперь пришли за Coinbase. Они не теряют свое время на то, чтобы предоставить нам четкое регулятивное поле, которое обещают с марта этого года, но с удовольствием вкладывают в человека часы в манипулирование. Кроме этого, они не просто приходят за криптокомпаниями, а даже не объясняют внятных причин. Зато цены при этом падают ниже. Комиссия по ценным бумагам и биржам США предупредила Coinbase. Отложите запуск криптовалютных сберегательных счетов, иначе мы подадим на вас в суд. Компания получила от комиссии по ценным бумагам и биржам уведомление, что та подаст в суд, если Coinbase продолжит запуск своего нового продукта. Криптовалютная биржа очень этим удивлена, ведь последние полгода взаимодействовала СЕК как раз таки по поводу запуска этого продукта. Какое-то внезапное изменение настроения у комиссии СЕК. Директор Coinbase раскрывает все карты у себя в Твиттере. Исходя из них, мы понимаем, что комиссия СЕК не просто врет, но делает это намеренно, с конкретной целью. Цель, конечно, не раскрыта четко, но мы понимаем, зачем они это делают. Просто достаточно посмотреть на график цены биткоина, на рекордные ликвидации и, конечно же, на совершенно случайный взлет интереса крупных игроков к покупке биткоина. Все это было скоординировано. Брайан Армстронг, директор Coinbase пишет. СЕК ведет себя очень непостоянно и странно в последнее время, поэтому сейчас я расскажу тебе хорошую историю. Ну что ж, давай послушаем эту историю, которую я перевел специально для тебя. Я, например, стейкаю множество криптовалют, например, Эфириум с помощью Лидо Финанс. И Брайан пишет об этом. Миллионы криптохолдеров получают проценты за свои криптоактивы. В этом есть смысл, так как ты хочешь, чтобы твои деньги приносили тебе еще больше денег. И все этим довольны. Множество классных криптокомпаний предлагают свои сервисы для стейкинга. Coinbase тоже подключилась к ним и сообщила о запуске своего собственного продукта для получения годового процента за свои криптоактивы. Мы планировали выйти в эфир через несколько недель, так что обратились к СЕК, чтобы сообщить им об этом и пригласить на брифинг. Они ответили нам, что наш продукт, позволяющий инвесторам получать годовые проценты за свою криптовалюту, является ценной бумагой. Очень интересно, как лендинг может быть ценной бумагой. Мы всегда прилагаем все усилия для продуктивной и непредвзятой работы с регулятором. Они отказываются сообщить нам, почему наш новый продукт является ценной бумагой и вместо этого требуют свидетельские показания от наших сотрудников. А затем угрожают подать в суд, если мы все-таки запустим наш продукт без объяснения причин. Понимаете, мы хотим соблюдать закон, но иногда закон не ясен. Мы были бы рады следовать руководству СЕК, если они такое опубликуют. И хотелось бы, чтобы оно применялось равномерно для всей отрасли. Но в данном случае они отказываются в письменном виде объяснить криптопространству, что разрешено и почему, и вместо этого применяют тактику запугивания. Чего бы они не добивались, это похоже на попытку захвата и контроля пространства, в отличие от других регуляторов. В то же время, множество других криптокомпаний давно уже предлагают лендинг-продукты, зато Coinbase за это угрожают. Это, ребята, и есть очевиднейшая манипуляция. Не дайте себя обмануть. Не называя никаких причин, СЕК просто прессует крупнейшую криптобиржу, первую в истории, которая стала публично торгуемой компанией. Конечно, причины она не называет. Там такие причины, что саму комиссию за них впору бы засудить. Я считаю, что здесь нужно не продавать, а покупать. Посмотри на март 2020-го. Такой же резкий и быстрый обвал. Люди продавали здесь в ужасе и панике. Там, где все в панике продают, я в панике покупаю. Или вот еще один массивный пролив. В ноябре 2020-го люди тоже в панике продавали. Но если посмотреть на индекс страха и жадности, мы сейчас находимся в состоянии страха. А я хочу видеть здесь экстремальный страх. Когда этот график находится на отметках ниже 40, от 10 внизу до 40 вверху. Для меня это идеальное время для покупок криптовалюты. Я оставлю ссылку на этот индикатор в описании под видео. Ты можешь заметить, что в точках максимального страха, когда индекс страха и жадности падает до 11, до 8, до 15, на графике цены внезапно оказываются точки максимальной финансовой возможности для покупки. Соответственно, на верхних пиках этого графика, когда индекс достигает 80, 90, 95, впору задуматься о том, чтобы фиксировать прибыли. Это очень-очень полезный инструмент. Сейчас же я верю, что эта ситуация и с графиком цены биткоина, и действиями SEC есть одна большая манипуляция и ловушка для всех, кто пришел в биткоин совсем недавно. Где-то полгода назад я показывал тебе интервью Гарри Гэнслера, в котором он говорил, что очень важно для комиссии SEC предоставить четкое руководство и ясность в криптовалюту. Он говорил это в марте 2021. Что ж, теперь мы видим, как четко они работают. Ложь, манипуляции и запугивание. Вот их инструменты с целью защиты собственных интересов, в том числе наверняка и финансовых. Обвал цены биткоина, массовые ликвидации и внезапный рост интереса крупных покупателей на Coinbase. Все это не может быть простым совпадением. Для меня это выглядит как ловушка. И, наконец, адвокат Compound Finance Джейк Червинский опубликовал этот твит, который поставит идеальную точку для моего видео. Если SEC думает, что все небанковские продукты для получения процента от депозита являются ценными бумагами, то они не просто вступают в борьбу с криптовалютами и криптокомпаниями. Они готовы преследовать абсолютно все финтех-пространство. Поэтому задумайся об этом, если ты прямо сейчас пишешь в комментариях, Ха, так вам и надо, так и надо этой криптовалюте. Они придут и за тобой тоже. Меня зовут Богатейщий Ди. Увидимся в новых видео. До скорого. Субтитры сделал DimaTorzok